Ольга Евгеньевна, скажите, пожалуйста, сейчас прояснилась ситуация относительно того, какие амбиции ставит перед собой товарищ Пригожин. Вообще, чего пытается добиться? Вообще, у Пригожина только один шанс вообще остаться в живых когда-нибудь, а именно стать, если не президентом, то рядом. Поэтому связка с Кадыровым, она совершенно очевидна только для этих целей, потому что эти два отморозка, ну, отморозков у нас много, но это, конечно, особенное совершенно, они сохранятся только так. Они прекрасно понимают, что это их единственный шанс при любом другом президенте остаться, ну, хотя бы на свободе. Даже любой, любой, любой самый страшный крокодил после Путина будет, конечно, искать виноватого, на кого переложить очень многое Пригожина, очень подходящая фигура. Поэтому Пригожин, конечно, рвется во власть, и Путин очень этому содействует, понимая это прекрасно, что Пригожин будет отстреливаться до последнего патрона. И его политические амбиции, конечно, растут день ото дня, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он создаст какое-то политическое движение или партию, и встретит красный свет, везде зеленый свет встретят, безусловно, будет везде с красными коровыми дорожками приедет в России, внутри России. И я вижу, как растет, к сожалению, его потенциальный электорат, потому что даже вот родственники заключенных и сами заключенные, я просто вижу, как и среди родственников поднимается волна, что Пригожин наш, свой мужик, и наших не бросит, и вот это вот все тоже сидел, нас понимает. К сожалению, его популярность растет стремительно в той самой среде, в которой сейчас вообще живет Россия. Среда безмозглая, маргинальная и очень агрессивная, к сожалению, которая не дает себе труда, никаких логических цепочек в своем, хочется сказать, мозгу, я не знаю там в чем, в своей каше в голове выстроить. Олег Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот не секрет, что у Кадырова и у Пригожина есть, по сути, свои личные армии. Вот сейчас активно их количество увеличивается, рост ощущается, чувствуется, что идет усиление этих самых армий. А вот нет ли варианта того, что эти два товарища своей армии используют даже не для собственной безопасности, а против Владимира Путина? Дима словом, предоставляют ли они опасность, физическую опасность Путину? Ну, вы знаете, безусловно, говорить в этой среде о верности феодалу, безусловно, здесь речи быть не может. Как только Акела промахнется, Акела уже пару раз сильно промахивался, и я думаю, что у Акела необратимые изменения в связи с реальностью происходят. И как только Акела покажется ненужным, они, конечно же, воспользуются своими личными армиями для того, чтобы захватить власть, а потом воспользуются своими личными армиями, чтобы выяснить, кто из них главный. Ольга Евгеньевна, конкретно по ЧВК «Вагнер» и по мобилизации заключенных российских, как с этим сейчас дела обстоят? Усилились темпы или замедлились темпы? Что наблюдается? Ну, вы знаете, я бы все-таки пока к заключенным не применяла бы слово «мобилизация». Все-таки пока происходит по-прежнему вербовка. То есть абсолютно незаконная, она незаконная даже по крокодильским российским законам, это незаконно, но тем не менее. Но мобилизацию ждут, мобилизацию ждут, и она, конечно, грядет, и это будет не то чтобы начало второй волны, я думаю, что она начнется, прежде всего, с зон. То есть помимо ЧВК «Вагнер» туда придут и люди Шойгу, и военкомы, они уже приходят, они приходят по следам ЧВК «Вагнер», и все равно, все равно найдутся желающие. Сейчас вербовка идет абсолютно по всем зонам и СИЗО России. И если мы говорили совсем недавно, что вот они до Урала, вот они добрались до Урала, после того, как они перевалили Урал, а Урал они перевалили сразу после начала так называемой частичной мобилизации, они очень быстро распространились до Дальнего Востока, и сейчас вербовка идет повсеместно. От Калининграда, что есть анклав, и, в общем, довольно дорого доставляют заключенных на самолетах куда бы то ни было, но из Дальнего Востока, из Сибири еще дороже, никто не останавливается перед какими-то затратами, и все это, к сожалению, идет с ускоряющимися темпами. Если медиазона подсчитала, что на 1 ноября на 23 тысячи уменьшилось количество заключенных в России, это при всем при том, что людей еще сажали, то есть еще посадили, наверное, с десяток тысяч человек, то есть где-то, наверное, 33 тысячи. Но вот 35 сейчас точно есть, и это, опять же, учитывая, что прибавилось количество резко заключенных в России в связи с тем, что зачем-то, за каким-то чертом, это я так мягко выразила насчет черта, привезли в Россию заключенных из Херсонской области. Их много. Их много, они в чудовищном состоянии, и сейчас речь идет о том, что этих граждан, в основном граждан Украины, которые были осуждены по украинским законам и украинскими судами, будут зачем-то пересуживать русские суды в сторону увеличения сроков. И я уверена, что речь идет о том, что их тоже будут вербовать в обмен на снижение срока или освобождение, и таким образом стимулировать к тому, чтобы украинцы воевали против украинцев. Я не знаю, кто на это согласится, но, в общем, если учесть кнут, кнут именно жесткое увеличение сроков и отсидка в российских колониях, то, в общем, события могут развиваться всяко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok